Сатирические комедии часто устаревают, меняются шутки, одни кажутся глупыми, другие оскорбительными. Но фильмы настоящих мастеров со временем лишь приобретают новый смысл. И персонажи комедии «Гараж» Альдара Рязанова спустя 40 с лишним лет после премьеры выглядят предельно современными, как будто собрание гаражного кооператива в НИИ охраны животных от окружающей среды состоялось только что. Вы точно наслушались, прихвостень правления. Мне нравится наше правление, мне нравится руководство нашего института, потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину, я из большинства, но таких как я все держится. А для вас самое главное личные интересы, будь мол у меня гараж, остальное все пропади пропадом. Как раз у нас-то и не будет гаражей. Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения. Пустой, подвинься, друг! Подвинься! Я лягу рядом с тобой! Знак протеста! Когда-то Никита Сергеевич Хрущев пообещал, что к 80-му году в СССР будет создана материальная база коммунизма. И вот она – гаражи. Гараж – трагикомедия о людях, которые хуже животных. Члены гаражного кооператива устраивают собрание, чтобы быстренько решить, чьи постройки пойдут под снос. Председатель Сидорин и его зам Анникеева уже все придумали и вычеркнули самых безропотных из списка пайщиков. Зато раздали гаражи нужным людям, но внезапно безропотные устраивают бунт. Ну это вы что? Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал. Что? А началось все с того, что Рязанову пришлось поучаствовать в настоящем заседании гаражного кооператива. Он ужаснулся, увидев, что люди готовы идти по трупам, как только речь заходит об их собственности. А другие становятся равнодушным болотом, как только понимают, что лично им ничего не грозит. На реальном собрании он не выступил в защиту тех, кого лишили гаражей, но снял фильм, в котором попытался загладить свою вину. Безвольный тихий профессор Смирновский, альтер-эго Эльдера Александровича. И не зря в конце фильма именно он предлагает тянуть жребий. Так по совести должен был поступить режиссер на том собрании. Первое. Вышвырнем к чертовой бабушке блатных. Это раз. Чту память о моем гараже. Второе. Переизберем правление. Этот вал. Кажется, нас свергают. И третье. Давайте, кто из нас лишний, пусть все-таки решает жребий. Голосуем сразу три пункта. Кто за? Прошу поднять руки. У Рязанова и его бессменного соавтора, сценариста Эмиля Брагинского, получился комедийный ответ великому фильму Сидни Люмета «12 разневанных мужчин». Классической драме о том, что если несколько людей запереть вместе, они вынуждены будут услышать друг друга. Рязанов и Брагинский сделали то, что у них получалось лучше всего. Добавили в комедию высокой драмы и создали своеобразный советский ноев ковчег, где представлены все типы интеллигенции. Академик, музыкант, технарий, археолог, филолог, врач. Место действия добавляло фантасмагоричности. Везде стояли какие-то чучела. Посреди зала по проволоке ездила туда-сюда лизгающая рыбина. Только по закону человек, не имеющий машины, не может быть членом гаражного кооператива, товарищ Аникеева автоматически выбывает. И помечать кресиком нужно только одну важку, товарища. Продаете, миленький мой, да? Неподкупная моя. Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Сама организация, спасающая животных от окружающей среды, абсолютно абсурдный мир животных, пусть и состоящий в основном из чучел, выглядел гораздо привлекательнее, чем мир людей. Слабые мужики в фильме мечтали лишь поскорее сбежать домой, а сильные женщины на себе вывозили и собрание, и рынок, и справедливость. Никто не верил, что фильм выпустят на экраны. Вячеслав Тихонов, прочитав сценарий, отказался сниматься. Все равно его не разрешат. Уже готовую картину начальство требовало переозвучить. Знаменитая «Законным путем идти можно, дойти трудно» изначально звучала как «Законным путем идти можно, дойти нельзя». Прокат прошел не по всей стране. В Москве, на всякий случай, афиши гаража были убраны с пути следования правительственного кортежа. В Киеве, Астрахани и Иванове фильм просто отказывались выпускать на экраны. Персонаж «Невинного» был так похож на руководителя Ивановской области, что там ленту выпустили только в середине 80-х годов, когда большого начальника перевели в Москву. Сам Рязанов пересмотрел гараж в середине 90-х, когда казалось, что все поддерживают идеалистку Малаеву, готовые идти на баррикады ради справедливости. Но страна изменилась, а людей нет. И режиссер с огорчением понял, что фильм не устарел. Субтитры создавал DimaTorzok